Наш Гуру Махарадж хотел захватить целое, всю территорию Маи, обратить Ее в область Царства, обитель Сознания Кришны. Природа Его борьбы, сражения с Маей была такой. Он не силы был терпеть. Он не хотел терпеть, чтобы осталось какое-то место, в котором отсутствовало бы Сознание Кришны, для Него это было нестерпимо. Он считал, что все должно покориться, все должно оказаться в юрисдикции Махапрабху Шри, Чайтанья Дева. Возможно это или нет, Ему было все равно. Но Он считал, что это Мой долг. Мой долг состоит в том, чтобы распространять сознание Кришны. Бхакти Сидданта хотел покорить всю территорию Маи. Такой была Его вера, таким было Его убеждение. И атаковать эту территорию с разных направлений. Мадан Махан Малави был одним из политических лидеров той эпохи. Когда однажды Он пришел, нанес визит в Калькутске, Мадх, у этого человека было некоторое знание индуистских писаний. Он знал до известной степени Бхагавата, Пурану. И Он задал множество вопросов и побеседовав с Гуру Махаражем, с Ашилой, с Расвати Такхуром, Он сказал, «Я не в силах понять, меня две вещи приводят в изумление. Глубокое знание Бхагавата, то, каким образом Он с Расвати Такхур на каждой стадии, о чем бы, какой бы предмет ни был затронут, Он цитирует, подтверждая Свои слова, цитирует шлоки Бхагаваты. Столь глубокое знание Бхагаватам я не видел ни в ком. Я изумляюсь. И второе обстоятельство. «Вы, — сказал Он с Расвати Такхуру, — публикуете, печатаете ежедневную религиозную газету. Я не в силах представить, как можно издавать ежедневную газету, посвященную новостям из мира религии». Прабхупад ответил Ему, «Мы говорим о Вайкундхе, о безграничном мире». «Майя» же означает «мир ограничений». И в этом мире, мы видим, существует великое множество ежедневных газет, которые печатают новости, относящиеся к реалиям этого ограниченного мира. И вы не в силах представить, как можно публиковать ежедневную газету, содержащие новости безграничного мира. Под влиянием бесерды с нашим гуру Махараджем, этот политический лидер, Малави, начал свое собственное движение. Шудхи Ария Самаджи. Но он не достиг, не добился в этом успеха, поскольку ортодоксальные консерваторы не позволили ему это сделать. Консерваторы из ЮПи, Утар Прадеши. Но шудхи, движение Гаудья Матха, зердится на иных принципах. Научных принципах. Шудхи, Харинам. Харинам описан в шастре. Малейшая толика, частица сознания Кришны, способна очищать. Настолько велика его дезинфицирующая сила, что даже самая незначительная связь с сознанием Кришны способна очищать чудесным образом. сознание Кришны. Но то должно быть подлинное сознание Кришны. Сознание Кришны подлинное, истинное. Только оно способно очистить ниргун. Высочайшая категория природы ниргуна, бытия такого рода. Подобно гомеопатическому лекарству, которое работает эффективно в микродозах. Немедленно, мгновенно наступает эффективность. Любой человек, который относится к самой низкой категории, может стать достойным, пригодным, может достичь высочайшего уровня брамина. Все эти стадии он может достичь их. Если сад санга, если общество, саду, общение с саду мы можем сумеем обрести, тогда объединенной силой, любой самый низкий человек может быть возвышен. Греха с Крайшнава тоже могут быть включены в эту категорию, но им следует проявлять большую осторожность, потому что они вынуждены общаться с обычными мирскими людьми. Вишаи, но саньясины могут пренебрегать связями с мирскими реалиями, личностями и без остатка отдавать свои жизни. И в саньясе в рамках саньяса также есть четыре стадии. Кутичак, Бахудак, Хамса, Парама Хамса. Четыре стадии присутствуют в жизни саньяса. Кутичак означает тот, кто буквально закрылся в хижине, уединился в хижине и занимается поглощением, ассимиляцией. Имеется в виду ассимиляцией усвоением того, что он принял. Он стремится утвердиться в этом положении, а затем начать прачар, проповедь. Вторая стадия – Бахудак. Это человек, который буквально пьет воду из водоемов разных земель. Он не живет в одном месте, как правило, но странствует. и свободно общается с самыми разными людьми, говоря с ними о Кришне, о своей религии. Он действует как проповедник. Он призывает испытания, проверяет свой вкус. Он сознательно ищет испытания с тем, чтобы упрощить свои позиции, то, что я принял. Я приношу, выношу это явление на рынок, и если есть какие-то более достойные товары, то, пожалуйста, выходите с вашими предложениями, и мы сравним наши товары, образно говоря. И он подтверждает, я сумею доказать, подтвердить, продемонстрировать вам превосходство товаров, образно говоря, моего Гуру Дева. Я способен жить где угодно, действовать где угодно, и косвенным образом его позиция становится более прочным, таким образом. Затем Хамса. Где бы он ни находился, это не имеет значения, но он способен извлекать суть, извлекать из всех реалий, личностей, и эта суть связана со служением Кришне. Он способен постичь, познать, что все, что относится к служению Кришне, может быть принимаемо. Таков истинный стандарт чистоты. А Парамахамса искусен в этом искусстве. Он не видит ничего, что и кто бы не служил интересам Кришны. С чем бы или с кем бы он не соприкоснулся, с его точки зрения, все это, все эти люди уже служат Кришне. И он не соприкасается с какими бы то ни было внешними волнами мыслей, волнами внешней природы. Парамахамса. Но в следовании наставлениям Гуру заключено все от начала до конца. Можно жить этими наставлениями, принимая прямое руководство Гуру. Следование такому руководству всегда имеет природу Ниргума. Руководство. У нас есть мантра, мы можем обращаться к этим мантрам, к их смыслу. Я предназначен для кого, для какого начала, для какой личности. Эта формула заключена в мантрам. Мое будущее, моя природа и что должно быть объектом моего стремления, жизнью моих чаяний, все это заключено в мантрам. Мы начинаем с Гуру Пуджи. Мы устанавливаем связь с посредником, с посредником души. Мы должны установить хорошее отношение с ним, затем с Гаврангой, с абсолютной формой Гуру, Бхашнава Гуру и Бхагавад Гуру. Сам Бог пришел грандиозным образом для того, чтобы выполнять функцию Гуру и это Гавранга Вселенский универсальный Гуру. Абсолют, самый абсолют в обличии Гуру. Затем вопрос в том, как занять правильную позицию по отношению Гуру и Гавранге и что необходимо для того, чтобы вести нас выше. Ответы на все эти вопросы скрыты в формуле. И мы считаем, что они хотят вести нас во Вриндаван. Нет концепции Нарайны, великий Гуру Гавранга. Его миссия, это миссия Вриндавана единственная, исключительная. И он хочет вести нас туда. Вриндавана Кришна, Кайшора Кришна, который играет с Гопи. Не Кришна в Двараке, не в Матхури и не Кришна-Гите на Курукшетре. Кришна-Гите, мы должны оставить Его позади, переступить буквально через Него. И Кришна Бхагаватам и Его нужно переступить, оставить позади. Кришну Двараке, Кришну Махабхарата Лилы. И единственное, что нас влечет и интересует, Кришна Вриндавана. В особенности Кришна представлены Бхагаватапурани. Есть и другие Пураны. Брама, Вайвартапурана, Падмапурана. В них упоминается Лила Вриндавана. Конец части А и начало части Б рассмотрено. Я рассмотрел самым радикальным образом. в Шримад Бхагаватам. Все иные школы мысли я провел сравнение с ними и столь непреклонным радикальным образом утвердил превосходство Кришна Илы и Вриндавана. Так как никто не мог и помыслить. Экстраординарно. Утвердил превосходство этой школы мысли в первую очередь над гьяной. Карми не стремятся к анализу в значительной степени, но гьяни искатели спасения, освобождения, они в целом стремятся опровергнуть позиции школы преданности. Они утверждают, что гьяна это явление превосходящая преданность. Но здесь в Бхагаватамшукаде радикально дерзко показалось, что преданность относится к другой стороне. Преданность не является зенитом нашего мирского знания, но речь идет о непостижемом мире, в котором она занимает верховное положение, преданность. Враджа-лила, такова ее природа. Не область материальных объектов, но область высшего субъекта, зенит этого мира. вы должны рассматривать это явление с такой точки зрения. Это явление имеется в виду Кришна-лилу. Мы испытываем влечение Кришна-лили, а в особенности в нашей Гуру Парампари и в мантрам мы видим, что все это направлено в сторону Мадурарасы, основной центральный поток. Все остальные явления представлены частично, но Мадурараса полна всех рас. Вацаля и Сакья и Дасья, Шанта все включено в Мадурарасу. Она представляет целое, тогда как остальные явления это частичные позиции проявления. В относительном смысле все явления хороши на своем соответствующем месте, но в абсолютном смысле Гуру Парампара линия преемственности мантрам. Если мы проанализируем эти явления, то мы увидим, что все они направлены и указывают в сторону Мадурарасы. Наша мантра в Мадурарасе и существует Саньяса мантра. Последний мантра, который дается Саньясе или Бабаджи, это пятый ашрам. Четвертый ашрам Брахмачария Гриха Скалана Прасха Саньяса. И пятый ашрам это ашрам Бабаджи. Бабаджи и Саньясе люди, которые вовлечены в сознание Кришна полностью сто процентов. Им дается подобная мантра Каупина и мантра. Представители одной группы носят Дандо, другие не носят Дандо. Люди, которые занимаются проповедью, им дается Дандо ради проповеди. с точки зрения социального престижа. Но представителям этих обеих групп даются мантры одной и той же природы. Что это за мантра? Смыслом этого мантра является Радхадаса. Не только Кришнадаса внутренний смысл. Мантра, который дается во время посвящения Саньясу в сторону, в направлении, указывает нам твое направление, твоя цель в той стороне. Таков смысл Саньяса мантры. Мы, соответственно, нашему прогрессу будем способны понять, сумеем понять смысл ее в будущем. Но суть такова. Направление такое, как было описано ваше. Это нечто особенное, что дается в мантре во время посвящения в Саньясу. Один из моих духовных братьев, Шраути Махарадж, задал мне вопрос, каков смысл этого мантра, Саньясу мантра. И он думал, что этот мантра приводит к Махапрабху. И он попросил меня задать этот вопрос Гуру Махараджу. Он не сделал этого прямо, но попросил меня. Он попросил меня обратиться к Прабхупаде, и я сделал это. И Прабхупад подчеркнуто ответил, нет, этот мантра мне обращен к Шри Гауранге, но он в действительности подразумевает Гопи-даси. Так он объяснил смысл саньяса мантры. И я передал это значение, этот смысл Шрауте Махараджу, то, что сказал Прабхупад. Я сказал ему, Прабхупад ответил то-то и то-то. Он отверг ваше предположение. Гауранге, 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 Гауранге. Все эти реалии таинственные, загадочные для нас в нашем нынешнем состоянии, но смутное представление или направление общего характера нам открывается с тем, чтобы мы могли начать движение в ту сторону и достичь этого измерения рано или поздно наши высочайшие цели. Конечно, это в высшей степени похвально, то, что вы пришли к подобному идеалу, высочайшему идеалу. Но стремиться к идеалу не означает его достичь. Мы должны быть осторожны в этом отношении, в ходе нашего путешествия. Мы не должны быть одурачены. Мы должны быть крайне осторожны в нашем путешествии. Много имеет место быть. Общество искренне садху это самое благотворное явление и также на втором месте это служение в соответствии с руководством указаниями подлинной личности, способна связать нас с высшей обителю в высшей стадии прогресса. Энергия, то, как мы вкладываем энергию, речь идет не только о количестве, но и о качестве. в любом служении сторона качества более важная сторона качества. Высшее измерение, связь с высшим измерением мы вкладываем энергию посредством определенной личности. В какое измерение? Моя энергия трансформируется в некую другую более высокую энергию. В каком измерении это происходит? Это очень важно. Не объемы должны приниматься в расчет, не количество, но качество. качество это явление, которое редко можно обнаружить, качество высшего порядка. Мы должны уделять этому первостепенное внимание. возможности понять, распознать, установить связь с высшим качеством, а иначе мы окажемся в проигрыше. И в то же время мы будем обращаться к священным писаниям речам великих личностей, представителей нашей группы Рампара. Книги и будем думать, что эти книги одушевлены. На поверхности они предстают как неодушевленные объекты, пассивные, но они могут помочь нам активным образом. Книги могут в целом помочь нам пассивным образом. Мы стараемся понять их в меру сил, сосредоточиться и получить необходимую информацию из книги. Но эти книги не ограничены. Таким образом, мы должны думать, что эти книги суть личности, если эта личность захочет, то она явит себя. Особенно в вопросе о том, кто является подлинным саду, особенно в этом вопросе. Главным образом, здесь мы упываем на руководство священных писаний, сравнительный анализ. конечно, сукрития лежит в основе, мы не можем отрицать, в основе этого выбора, но на поверхности книга также руководит нами в нашей оценке в этом выборе. Кто саду, мнения экспертов, знатоков, собранных в этих книгах, знатоков духовного, они результаты своих опытов в духовной жизни, на ниве духовной жизни, представлены в этих книгах, и мы уповаем на их мнение в вопросе выбора саду и гуру в значительной степени. также я помню, возможно, в силу того, что происходило в моих прошлых рождений. Когда я получил Гайдри, то я не консультируюсь с какими-либо книгами, в которых объясняется смысл Гайдри. Я обратился к самой Гайдри. Пожалуйста, яви, покажи мне, кто ты в таком духе. Это живое явлением. Это не есть некая совокупность, набор мирских слов, но я обратился к самой Гайдри, которая, если она захочет, способна явить себя. Явим, открой мне свою внутреннюю природу в таком настроении. Я совершал джапом Гайдри в дни моей юности. И подобная позиция была подтверждена последователями Гаудия Мадха, когда я пришел в Мадху. Шастру. Однажды в Мадхе на Курукшетре один человек, у него была ученая степень, пришел в гости к нашему Гуру Махараджу. Он задал ему вопрос, как нам понять, кто является Саду? На что Гуру Махарадж ответил. В целом, для того, чтобы знать, кто есть Саду, мы должны обращаться, прибегать к помощи Священных Писаний. Писание – это не обычная книга. Это книга, которая способна скрывать себя или открывать себя мне. Писание – живые существа, живые личности. И Шастра поможет нам в деле выбора Садхву в целом. И, конечно, Сукрития лежит в основе накопленной в прошлом. И также внутреннее руководство был некий доктор, имя неслышно. И он умирал. более молодые врачи, лучшие из них, были призваны, чтобы вылечить его. Он был кардиологом, специалистом по сердечным заболеваниям, и он был гением. Его коллеги сказали ему, «Вы понимаете, каков ваш случай?» Он ответил, «Да, я понимаю». И тогда обрыв записи, продолжение беседы того же дня. Я согласен с вами. Но тот, кто способен принять, получить эту инъекцию и позволить лекарству работать, отсутствует. Да, есть лекарства для этой болезни, но тело должно обладать способностью принимать эту инъекцию. использовать этот материал, это вещество в своих целях. Так и здесь внешняя помощь может прийти, но тот, кто получает эту помощь, должен соответствовать определенным стандартам. У него должна быть возможная способность принять эту помощь, использовать ее. Речь идет о внутреннем сукрите, благодаря которому человек может принимать внешнюю помощь процессу. Мы достигаем этой стадии, когда мы чувствуем, да, это мое внутреннее богатство. Этап, на котором можно ощутить, это то, чего ты ищешь, то, чего я ищу, явление, которое радует мое сердце. Когда внутреннее существо будет так чувствовать, то это будет стадия аппана, человек будет чувствовать, что он приблизился к дому, этот дом очень сладостен. Тогда он почувствует вдохновение двигаться вперед с большим рвением удвоенной скоростью, более уверенно. Это то явление, в котором я нуждаюсь, которого я искал. совершать прогресс с подобным энтузиазмом в сердце, это аппана. И прапан также. Я не только почувствовал вкус этого явления, но это явление следует раздать и распространять всем. Я страдаю той же самой проблемой, и лекарства следует раздавать всем и каждому вокруг меня. и это прапан. Та стадия, когда я извержден в этом. Мои позиции прочны. У меня нет сомнений. У меня нет и тени сомнений в том, что если я буду распространять это явление, тогда я буду приносить миру подлинное максимальное благо. У меня нет в этом сомнении. все сомнения рассеялись ушли. Это то самое явление, которому не только я, но и весь мир безумно стремится, ищет его. сомнений. счастье, радость, удовлетворение, экстаз, радость. и это то за та самая субстанция, то нечто, чего все безумно ищут. Веданца говорит о Брамаджигьясе, о поиске Духа, «Разве это мой частный интерес?» Нет, это универсальный интерес. Поиск высшего начала, все живое заинтересованное в этом достижении. Сознательное или неосознанное, если речь идет о научном поиске, высшего явления, то это поиск Духа, поиск Абсолюта. Брамаджигьяс интуитивно, все ищут этого. Здесь заключено все в этом. Поиск ищи, чего искать? В конце всего Брама, Дух. И Маха-прабху объясняет, он говорит, внутренняя субстанция, суть этого высшего начала, Кришна. Маха-прабху поставил на место Брамы, Брамана, Кришну. Бхага этим сделала не Брама. Конечно, это может быть ближайшая цель, ближайшая к нам, но величайшая, высочайшая цель это Кришна. Концепция Кришна, сиянием которого является Брама. Сияние обители Игорь Кришны есть Брама, Браман. Когда корабль плывет, плывет, достигает одного маяка, затем другого маяка, таким образом он продвигается вперед. Брама, что такое Брама? Всеобъемлющее начало, самое универсальное. Зачем? Но подлинно всеобъемлющую природу, универсальную, мы находим в концепции Кришны. Ни что-то инертное, неподвижное, ни этот обычный Браман, не Вишеша, но Савишеша. Начало, в котором присутствует дифференциация, качество, игры, движения. Есть Кришна-лила, которая своим универсальным характером превосходит даже Браман, всеобъемлющим, включающим все. Таково сознание Кришны. Таким образом, наше внимание устремлено, устремляется в сторону Кришна-лила. Это универсальный вопрос, вопрос всех и каждого. Никто не способен отрицать. Если этот каждый до известной степени чувствителен к своей болезни или своей нужде, то он не может сказать, что его не интересует концепция Кришны. Однажды я давал лекцию в библиотеке. И я цитировал Ману Самхиту, тот фрагмент, где речь идет о Дхарме, и зашла речь о Брамане, о Браме. И я попытался вначале объяснить идею Браману, затем Васудеву, затем Лакшмина Райана и дошел до Кришны. я представлял самую суть этих идей. Один адвокат начал плакать, слушая мои речи. Он сказал, мы, имеется в виду индийцы, были столь велики в древности. Но теперь западные люди убедили нас в том, что мы в прошлом были нецивилизованными варварами. Они пришли и выступили в роли наших спасителей. Научная цивилизация нас возвысила. Но с вами, Джей, оказывается, мы в древности, наши предки были столь великими, благородными и цивилизованными. Я чувствую гордость. Этот человек стал плакать посреди собрания. Там присутствовал другой ученый, президент в Пуне на конференции в Пали, мистер Босак. Во всяком случае, он находился там. Мы не были с ним знакомы, но он сам выступил по собственному почину и попросил позволения. Ему дали слово, и он высказался в нашу пользу. Он стал говорить, мы на протяжении долгого времени думали, что ващнава-дхарма есть одно из направлений хинду-дхарма. Но то, что я сегодня услышал из уст Свамиджа, убедило меня в том, что ващнава-дхарма есть высочайшая дхарма, явление превосходящее индуизм хинду-дхарма. Вся хинду-дхарма прилагает максимум силы к тому, что приблизится к ващнава-дхарме и к тому, что дали Махапрабху и Шримар Бхагатам, так он заявил. Он сказал мне, ваши лекции вы должны выступать перед учеными по всей Индии в различных местах. Он дал крайне высокую оценку моей пробы. Ващнава-дхарма не только из суть хинду-дхармы, но любая дхарма должна быть второстепенной по отношению к Ващнаву-дхарме. Она должна идти по ее стопам, а иначе она окажется ложной. Дхарма не только дхарма. люди завистливые в глубине сердец которых живет. Зависть они не в силах терпеть. Один джентльмен сказал нашему гуру Махараджи однажды в Калькутте. О чем я говорил? В Калькутте один джентльмен. Да. Так прокомментировал стихотворение Прабхупады. Основное значение таково. Каменир Кам. Женщины не являются объектами вашего наслаждения, они предназначены для Кришны. Кришна единственная наслаждающаяся красотой или любыми явлениями иными. В этом стихотворении идет об этом речь. и один джентльмен спросил Прабхупаду, что вы хотите сказать этим? Вы написали это буквально? Буквально подразумеваете, хотите сказать, что женщины являются объектом наслаждения исключительно Кришны и никого другого? да? Да? Да, это голая правда. Смысл именно такого рода наслаждения является уделом, прерогативой исключительно Кришны. Все остальные посягают на чужую собственность. И теперь мы должны подумать, поразмыслить над тем, был ли Кришна распутником. Канак Владыка денег Нарайна Лакшми Пати Владыка Богатства. Мы его слуги в разных формах и отношениях в большей или меньшей степени. А Баладев Гуру является Владыкой Славы. Канак Камини Протешта. Камини предназначено для Кришны это явление. Любое сознание женского начала должно быть связано с Кришной иначе нам конец нас ждет гибель. Концепция денег и богатства должны иметь связь с Нарайной и репутация и слава и известность это явление должно быть связано с Баладевом. Баладев Нитянандо Баладев Нитянандо Баладев и Радхика Баладев Баладев тот, кто на начальном уровне или этапе раздает Кришну Слава и репутация принадлежат исключительно ему или ей тем, кто раздает Кришну в этом мире. Первая причина распространения Кришны ему принадлежит вся слава. Он дает самого Кришну, поэтому он занимает в мире славу позицию номер один. Какую надежду обрести Кришну без Него мы могли бы иметь? Тот, кто дает Кришну, тот обладает величайшей славой и заслуживает этой славы. Все деньги должны использоваться в служении на райне. Лакшми-пати ему принадлежит все богатство. Концепция камени женского начала или красоты должна быть связана с Кришной по-разному, в разных формах. Мы видим во Вриндаване. Мы должны проследить эту тонкую связь. Во Вриндаване, в Новодвипе присутствуют деторождения и даже насекомые, звери, растения, растительным животным царствам также присутствуют деторождения. Как это понимать? В действительности связующая нить, тончайшая связующая нить, здесь такова. Они служат Кришне таким образом. Они порождают благоприятную атмосферу. бескорыстно. Сам отрицая себя и отдавая себя, вручая себя. Они служат самбоге, то есть наслаждению Кришны. Если бы в них присутствовал дух корыстного наслаждения, то они принадлежали бы к миру материи, к этой Браманде. Но там в Вироджи, за пределами Вироджи, на другом берегу Вироджи уже нет духа эксплуатации как таковой. Мы можем понимать или не понимать, для нас это мыслимо или немыслимо, но все, что делают обитатели того мира, их единственная мотивация есть служение. Нирмалата, чистота, их мотива, мотивация. Вопрос лишь степени жертвенности для стремления удовлетворять центр. Критерий мерила измерения чистоты таков. Я ясно выражаюсь. Вы понимаете? Эксплуататоры пребывают здесь, в нашем мире. там нет эксплуатации. Но форма может быть похожа на форму мира эксплуатации, но по сути вещь идет о чистом служении. Мы должны быть крайне осторожны в оценке того мира. Там нет и следа и примесей, тени, эксплуатации. Больше того, противоположность эксплуатации, служение божественности. в чистом виде. Невозможно войти во Вриндаван без этого духа чистого служения. Даже Шива Лога и Вайкунха недоступны. В Мадуро России это служение достигать зенита, пика своей интенсивности. марк мы должны соответствовать стандарту. Мы должны пытаться приблизиться к этому стандарту. Этот стандарт должен находиться у нас перед глазами. Он может быть очень далек, но как бы далек он ни был, мы не пойдем на компромисс со столь дешевыми явлениями этого мира. Высокий идеал, величайший идеал, зенит всех идеалов. И мы связываем наше будущее с ним, надежды, перспективу. Наше будущее будет определяться природой нашего идеала. Который час? Десять минут десятого. Махраджда. В Манашикше Манасашикше Даса Госвами. Да. Он говорит о садаках. Да? Садака. Садака. Да. Это высказывание содержится в сикхе в комментарии Бхакти Юна Датакура. Три типа садаки. Сваништа, Париништита и последнее Ниропекша. Ниропекша. Садака. Три типа садаки. Да. Сваништа. Первый. Низший Сваништа. Далее Париништита и Ниропекша. Ниропека это высший тип. Ниропекша. Да. Париништита. Он говорит, Ниропекха это высший тип. Тот, кто полностью избавился от эгоизма, от корыстных мотивов. Да. Ниропекша. Ниропекша означает, что степень бескорыстия такая, что такая личность в полной мере привержена Радха Ранили Яшуа Дель. Пристрастность. Он пристрастен одному из лидеров. Это наше высочайшее достижение. Тот, кто таким образом пристрастен к тому или иному лидеру, это Ниропекха. Такая личность подобна марионетке в руках Юга Майи. Ниропекха в данном случае может означать это. Как Йога Майя. Мы куклы в руках Юга Майи, у нас отсутствуют корыстные желания личные любых типов. Но здесь также очевидно смысл таков, что эти личности пристрастны максимально привержены к лидерам своих соответствующих групп служения. они всегда пристрастны к лидеру своей собственной группы. Так можно трактовать смысл этого термина. И также это означает, что то, что они делают, лишено корыстных мотивов, но они являются куклами в руках Йога Майи. Подобная степень бескорыстия позволяют человеку быть куклой, игрушкой в руках Йога Майя Сварупа Шакти. Конечно, две эти вещи могут сочетаться. Пристрастность есть, но не категории сваништха или париништха. они не заботятся о собственных интересах, но об интересах целого. Затем дальнейшее развитие этого уровня, неропекша, когда он или она не думает, кто они и как используются. на сто процентов становясь инструментами в руках Йога Майи. Это можно понимать так. И далее Дархгосвами говорит, Все, что мы видим во Вриндаване в связи с Кришной, трава, кусты, насекомые, черви, все это наполнено радостью. Все они любимы Мукундой. Они всегда вносят лепту в игры Кришны и нет иных функций. Единственная функция состоит в помощи Аширной Лиле Кришны во Вриндаване. Все они вносят вклад исключительно в этой линии. Каждая пылинка, каждая капля вносят вклад, являются представителями целого, помогая способствовать Лиле Кришне. Никакого иного смысла существования вообразить там во Вриндаване невозможно. Это подлинный Вриндаван, реальный Вриндаван. Махараж, Бхакти-Венода-Тикки описаны различные типы капататы. Капатата. Капат, да. Лицемерие или обман. И он говорит, что Нирапекша может стать тем, что именуется Атмамбхарита. Как можно перевести на английский это слово? Атмамбхарита. Брендный, мирской, это негативная сторона. Такое чувство в саду, чувство ложного престижа. Я все и вся. Я самый главный. Есть также Ачарья Абхиман. Мы должны понять Ачарья Абхиман. С вами Махарадж незадолго до своего ухода говорил, если я в интересах моей пропаганды мог оскорбить кого-то из моих духовных братьев, то я прошу прощения у них за это. Ачарья Абхиман. Когда человек наполнен таким чувством, я должен пропагандировать некое явление, распространять и должен делать все, что необходимо ради выполнения этой задачи. Ачарья Абхиман. И человек одержимый таким чувством может рассматривать все в качестве пучка соломы, если он полон такого вдохновения. Атман-бхарита как Атман-бхарита такое чувство «я знаю все». Я пренебрегаю мнением и чувствами других, такого рода эго иногда используется среди Ачарьев. «Делай то, что я говорю, я все знаю». Такого рода самоутверждение, подобное явление иногда необходимо для того, кто занимает позицию Ачарьи. Но это вдохновение, это не зависть этого мира. Речь не идет о зависти этого мира, речь идет «Долита-деви». Когда Лолита-деви осмеливается даже укорять и ругать Кришну, когда она говорит ему «Тебе неизвестно благородство моей Сакхины и подруги Радвики». Когда Яшода собирается пороть Кришну, она говорит ему «Мальчишка, ты не знаешь, как использовать к тому, что Я делаю или собираю для тебя с великой любовью. То, что мы с твоим отцом делаем все возможное, чтобы накормить тебя, ты берешь эти блюда и раздаешь их обезьянам, Я накажу тебя». Это тоже Атман-бхарита, но другого типа. Есть Атман-бхарита бренного мира, мирская Атман-бхарита, самоутверждение, Шива Махадев. Это величайший сепаратист, глава движения сепаратистов. Он источник всей Махадевы. Владыка этого маического мира, мира заблуждений, концепция отдельного личного интереса, это концепция, и сам мир материи, берет начало в Махадеве, Майапати Махадев. Он лидер оппозиционеров, те, кто считает, что у них есть сепаратный, отдельный интерес. Рудра Ахангкар, Атма Бхарита, Атма Бхарита. Все предназначено для меня. Это демоническое качество, Атма Бхарита. Мацара, зависть, и Майавади также. Конец части Б и начало части С. Я тот Брахма, И это тенденция враждебной преданности. Мы должны осознать смысл в соответствии с концепцией целого. Лишь частичное понимание не поможет нам в значительной степени, но в соответствии согласия с целым подтверждение подтверждения со стороны других положений Сиддханты. Необходимо, и тогда мы можем принимать эту идею. Концепция общего характера. Концентрация на себе, отсутствие концентрации на Кришне, на Кришне, на Райане, концентрация на высшем бытии или существе. Концентрация на себе в этом мире. Отсутствие концентрации Нирапекха — это Вироджа Брама Лока. И концентрация на Боге — Бхагават-Сапекха. Бхагават-Сапекха — это измерение Вайкунтхи Пара-Вьома. Личности, которые всегда пребывают на стороне Бога. Нирапекха — как таковое отсутствие концентрации. Это Вироджа Брама Лока. А также Садхака Нирапекха — он должен быть Апекха-Юкта. И также пристрастие к своему Гуру, к своей группе, иначе дифференциация невозможна. Дифференциация и иерархия. Для этого необходимо определенное утверждение того, что хорошо, а что плохо. Шанта, Дасья, Сакья, Вацали. Мадура — сравнительный анализ этих явлений. Дасья — лучше Шанте. Сакья — лучше Даси. Агикахуар говорит Махапрабху, иди глубже, иди глубже, иди выше. Да, это оно, а это еще лучше. Иди дальше, дай больше, лучше. Таким образом, развитие в рамках актеизма — все это имеет место быть. Отвержение имеет место быть. Нирапекха значит когда все равно всему, это присутствует меж Брама Локи и Вироджу. Но определенная пристрастность, градация есть в духовном мире, не все равно всему. нирапекха в этом смысле. Если вы процитируете мне конкретные фрагменты, сумею вам сказать, в каком смысле этот термин там используется. Что вы говорите? Вы однажды говорили о различиях в разных ситхантах, четырех главных ачарях. Что? Вы рассказывали о различиях в ситханте Рамануджа ачарии, Нимбарка ачарии. Да, существуют различия. Черты сходства и черты различия присутствуют повсюду. Маха Брабху, суть его величайшей ситханты известна как ачинтя-абьеда-абьеда. Повсюду присутствуют черты тождества и черты различия. Такова природа всего безграничного. Беда-абьеда. суть. Всегда во всем бытии присутствует тождество и присутствуют различия. Того или иного рода иначе быть не может. И демаркация разграничения измерения различия это ачинтя непостижимое. Потому что это зависит от сладостной воли высочайшего начала. Поэтому это нечто непостижимое. Почему? Потому что все это в рамках его концепции. все права закреплены за ним, поэтому это ачинтя и беда-абьеда-абьеда. Иначе быть не может. Тождество и отличие. Таково утверждение или учение Махапрабху. его указания его указания ачинтя-абьеда-абьеда-абьеда-абьеда. Махарадж, вы говорили об Активинодзе Такуре, который говорит, что существует четыре явления, принятых Чайтани и Махапрабху. Одно из них, я хотел бы знать их источник. По две характеристики из каждой сампродаи. В одном месте он написал по одной характеристике из каждой сампродаи он заимствовал Махапрабху. В другом месте Бхактивинодзе написал, что Махапрабху заимствовал из четырех сампродаи по две характеристики из каждой. Если мы пристально анализируем это, то мы увидим, что он говорит, Махапрабху заимствовал по две характеристики из каждой сампрадай. Тадия из Рамануджа, сампрадай, Виграха Упасана — это линия Нимбарки, Рагамарк. Виграха Сева, он заимствовал это явление от Мадвачари. Рагамарга, он заимствовал от Вишну Свами, Шридхара Свами, сампрадай, а беда-бед, беда-бед седанта — это двайта-двайта Нимбарки. В другом месте он говорит, тад-парича и беда-бед от Нимбарки, Виграха, Бхагаван и Джива, суть беда, они различаются. Бхагаван — величайшее начало Джива, меньшее начало от Мадвы, от Рамануджи, тадия и прапатти, а от Вишну Свами, Рагамарга и Сева. В двух местах я обнаружил, в одном месте он говорит, что Махапрабху заимствовал по одной характеристике из четырех линий, в другом месте он говорит по две характеристики или два явления из каждой сампрадай. Очень тонкое различие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы вернуться в нормальную позицию, в здоровое состояние, я призываю эти имена. Если в моей речи прокрался некий изъян, то я прошу Господа, пожалуйста, восстанови мое нормальное состояние. Такова идея. Я взываю к Нитаю и Гаури. В том случае, если я говорю что-то ошибочное, неверное, то я призываю эти имена. Есть одна шлока, она подписана именем Вьясадева. Когда я находился в Читаганге, я давал там лекцию по Бхагаватам, то присутствующие брамины, все они были шанкаритами, майвадинами. Я пытался утвердить там концепцию Бога Личности, превосходящего Браму, Брама. Личность Бога его лила. И один брамин процитировал некую шлоку. Я ее даже не помню, но в этой шлоке говорилось, после того, как Вьядавьяс написал все пураны, включая Шли Маат-Бхагаватам, под конец завершения своих трудов, Вьядавьяс произнес следующую шлоку. Предмет ее таков. «Ты столь велик, — говорит он, обращаясь к Высшему Началу, — ты безграничен, бесконечен». «Но я говорю о твоих качествах, гуна, о твоей форме, рупа. Я описал их во всех этих пуранах, но ты безграничен. И я, безграничное, попытался поместить в ограниченные рамки, описывая твои качества, характеристики, природу, и я прошу у тебя прощения за это, — говорит Вьясадов. Он просит прощения. Он говорит, — ты безграничен, и я поместил тебя в клетку. Наши слова ограничены, конечны, смысл также ограничен. И мы пытаемся с помощью этих ограниченных, конечных слов передать истины, относящиеся к миру бесконечных смыслов. Как это возможно? Это нечто немыслимое. Но все же мы не можем в соответствии с нашим положением не делать это. То есть не можем ни описывать, ни прославлять его. Если безграничное может открыть себя, дать себя познать ограниченному началу, если оно не может это сделать, тогда оно не является безграничным. На этом основании. Если он открывает меня себя, тогда все в порядке. Но если я проецирую на него свои материальные представления, то итогом становится нечто материальное. Однажды, когда в Асаме, Прабхупат прибыл туда, чтобы установить божество. В целом, обычно, то был Шраути Махарадж, он заведовал этой функцией. Но меня в то время попросили провести необходимые ритуалы. Перед тем, как Прабхупат должен был войти в храм, и он должен был совершить пуджу, и затем двери должны были открыться, и Богован должен был представить взору собравшихся Кришну. Я украсил трон, само божество, и для этого мне нужно было подняться на возвышение. Я подумал, что Прабхупату будет затруднительно подняться на возвышение и положить туласи, листья туласи к стопам божества. Поэтому я и положил туласи так же к стопам божества. Сделал все необходимое, не произнося мантры вовсе. И затем Прабхупат вошел в храм. Я не знал, что то была его прерогатива, или то была его привычка. Он клал туласи и Чандан сандаловую пасту к стопам божества, и таким образом приглашал божество явиться. Я не знал этого, и я положил и листья туласи. Я все завершил сам, не произнося мантры. Просто руками. И Прабхупат явился, вошел в храм, вошел и увидел то, что произошло, и сказал, божества сами явились здесь по своей собственной воле. Он сказал это так, словно ему не пришлось их призывать. Он сказал, божества сами явились здесь по своей воле. Кунджа Бабу, Тиртха Махараш спросил у меня потихоньку. Вы, это вы, спросил он, положили листья туласи к стопам божества. Да, но я не произносил мантры. Почему? Я не знал, сказал я, ответил я. Я подумал, что Прабхупату нужно будет подняться для того, чтобы положить листья туласи к стопам божества. Для него это будет затруднительно, подумал я. Поэтому я физически все это сделал, но я не произносил мантры. Так или иначе, собрание завершилось, и когда он давал лекцию, Прабхупат сказал, второй раз он повторил это, он сказал, «В этом матхе, сказал он, божества явились сами по себе, по своей воле. Я был устрашен, что я натворил. Я совершил большую ошибку. И опять же, что мне оставалось делать? Я сожалел о том, что я сделал. Я не знал, как поступить правильно. Я был достаточно дерзок. Сделал то, что я сделал. Но я был устрашен, но я никому ничего не говорил. И затем Прабхупат приехал в Калькутту, и в Калькутту приехали. Я сам, Мадав Махараж, Хайгриф Брахмачари в ту пору. Затем в Надья Пракаш была напечатана статья, в которой говорилось. Божества в ассамском матхе, Сарва Гаудия Матху, он именовался, явились сами по своей воле. И я чувствовал депрессию. И я написал Прабхупаду письмо, в котором я каялся, в том, что совершил. Я написал, я совершил большое преступление, оскорбление. Пожалуйста, простите меня. Я не знал, что я делаю. Неосознанно я совершил эту ошибку, и вы должны простить меня. И он ответил мне письмом. Он ответил мне так, на Бенгале. Для предавшейся души не существует оскорбления. Никакое оскорбление предавшаяся душа, Шаранагата, не способна совершить. Таким был его ответ. И Хайгрих Прабху, впоследствии Мадыф Махарадж, сказал мне, он выдал тебе великий сертификат. Великий сертификат выдал тебе. Таким образом, мы говорим, невзирая на то, достойны мы, квалифицированы говорить или нет. Но нам выдан этот великий сертификат. Иди, рассказывай всем о сознании Кришны. Мы столь ущербны, склонны к ошибкам, но тем не менее. Нас избрали в качестве рупора, в качестве гашаты, гоури, нитянамда. И мы должны помнить, мы должны возвращаться к стопам. И возможно, то, что... Конечно, то, что я говорю, несовершенно, но все же это ваша воля, ваше желание. И я пытаюсь исполнить указание, вашу волю. Теперь, который час? Без 20-10. В таком случае мы остановимся на этом сегодня. «Гоул, гоули, гоули, гоу vi, гоу sun» «Гоул, гоули, гоули, гоули» «Гоули, гоули, гоу�». God isน抽 heat, производство не否 нет. Продолжение следует...